итак всем привет нас шоковый билд показываю проходить будем на бойся с сопротивлением стихии а Это поводлый удар. О, не задел. О, не задел. О, да. Вот так-то. Торн, творился, что ли? Ты связался. Вот как-то так. И, конечно же, главное оружие — это загадка. Атакуем в основном стержнями хаоса. Я использую мутатор ткач-пуля, потому что мне нравится быстрее использовать все стержни, чтобы переключиться на другое оружие, либо на способность. Смотрите, как работает мутатор ткач-пули. В общем, главное здесь параметр — не скорость применения модуля, а именно — скорострельность. Поэтому в фрагментах я поставил плюс 10 скорострельности. И вы это сразу почистите, если я сейчас уберу и фрагмент, и мутатор. Вот еще раз покажу. Советую также использовать предохранительное устройство в ваших билдах, просто потому что урон от модуля увеличился на 20%. И здесь это не показывается, а это нормально. Вот без скорострельности. Зато с уроном. Это использовать в шоковых билдах всех. Колечко бремя азарта. Увеличивает шанс критического попадания, а также критический урон. Также действует на урон от перегрузки. Если просто атаковать загадкой. Также просто на некоторые атаки. Загадки. Просто у этого оружия умножитель критического урона минус 10%. А такие дела. Так что скорострельность мне в этом билде очень нравится. Больше, чем все остальное. Также я здесь выбираю в фрагментах реликвии. Это урон от модулей, урон от стихий. Это плюс 20%. Здесь можете использовать предохранительное устройство, чтобы увеличить урон на 20%. А также, чтобы 15% был шанс не израсходовать стержень. Больше ничего посоветовать не могу. Дальше. И у ваших интересов. Колокольчик шута для скорости применения модуля, умений. Мне это нравится. Его также можно заменить, допустим, на золотую ленту. Увеличиваем урон и от модулей, а также увеличиваем еще к тому же дополнительную скорострельность. Но не гонитесь за максимальной скорострельностью в своих билдах, потому что максимум стержней на одной цели может работать всего лишь 7 штук. Именно больше урона будет, если хотя бы один стержень будет где-нибудь рядом. Просто хочу еще показать, что некоторые загадки пользуются неправильно. Это, блин, это вообще смешно. Загадка очень мощное оружие до сих пор. Там можно еще такими шариками спамить. Называется модификатор гальванический шар. Я уже даже забыл, где он получается. Вроде бы волосами в канализации. Я меня особо часто пользуюсь. Для, по сути, мировых боссов даже. Достаточно загадки. А дальше на вашу осмотре. В общем, разобрались. Золотая лента, либо колокольчик шута. Чем еще можно заменить? Да, хоть что-нибудь на урон. Как вам угодно. Не советую использовать энергетическое ожерелье. Оно до сих пор работает неправильно. Оно багованное. Оно не срабатывает. Кстати, можете использовать электрошокер. Поднимите, ну, немного эффект и урона в перегрузке. Также урона от электричества. А также круто в загадку. Если вы просто хотите атаковать загадку, как прежде, хоть ее порезали уже два раза, советую вам использовать модификатор. То есть мутатор-бандит. С ним он отлично раскрывается. Хотя раньше было лучше. Потом, чтобы увеличить урон от перегрузки, а также просто урон шоковый. Берем бремя разрушителя. Это 15% урона. Конечно же, бремя азарта. Я про него уже говорил. Шанс крита и критический урон. Камень злонамеренности. Пока не понерфили. Но я думаю, этого и не будет, потому что... Ну, сделают немного хуже, но она будет также отлично работать. Я вас уверяю. Его нельзя плохо порезать. Либо, если этого кольца не будет, будем использовать это кольцо бремя братства. Как скорострельность восполнить, я уже вам показал. А также шнур вероятности, потому что много используем урон от критов. Вот, по сути, простой билд. Можно также заменять с классом алхимик. Все, что увеличивает урон. Это медик. Это призыватель. Кинолог, если только урон от умений. В общем-то и все. Билд максимально простой. Самый большой урон, когда максимальное количество стержней в цели и хотя бы один снаружи или рядом. Да хоть с другой цели. Неважно. Так будет самый большой крит. И крит, кстати, будет часто вылетать. В общем-то и все. Что по талантам? Амплитуда отлично подходит. Вот смотрите. Один стержень сюда, другой сюда. А они не соединяются. Каждый наносит урон отдельно. Покачиваем. Талантамплитуда. Талантамплитуда. До его атаки уже сложился. В общем, так это бывает. Остальный талант, конечно же, прокачивайте дух, прокачивайте экспертное знание, чтобы восстанавливать имение максимально быстро. Видите, со здоровьем. Немного выносливости. Максимально выносливость прокачивать. Я не знаю, в каких билдах. Ну, очень мало таких билдов. Хотите побольше выживаемости? Качайте закалку, чтобы повысить эффективность брони. Также прочь на коже. Но это надо считать, чтобы у вас близко было хотя бы, ну, к 70% общее количество ООО, если вы собираетесь в танк. А меньше 60% уже вам не поможет. Вы все равно будете от некоторых атак боссов, даже некоторых самых простых, умирать. Немного восстановления, чтобы хорошо себя чувствовать. Донус вам не помешает, чтобы дальность уклонений повысить, вампиризм. Лично устанавливать здоровье. Мне нравится. И можете маневрированием прокачать, чтобы быть более мобильным. Дальше все на ваше усмотрение. Мне нравится навык Амплитуда. Я им пользуюсь, когда чищил локации. Очень нравится. Особенно отлично работает на некоторых модификациях. Смотрите. Вот они соединены. Опять же, ставим. Расстрельняйте, если вы хотите быть более мобильным. Можно это также отлично комбинировать. Потому что это стихийный урон. Урон от модулей. И любит огненный смерч. У меня такие билды не очень нравятся. Просто спамишь и все. Вот как-то так. Думал, что еще выбрать под шоков в урон. Допустим, если берешь кольцо время азарта. Модификатор переполнения уже не так хорошо себя показывает на самом деле. Так что мне он не понравился. Прочнее всего, допустим, использовать в песне Эйфера. Кинуть в толпу, застануть их и спокойно расстреливать. Они стоят на месте, получают урона перегрузки. В общем, отлично. Это стан. Это контроль толпы. Очень круто. А также замедляет босса. Пользуйтесь. И я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, вам нравятся мои ролики по билдам. Я все комментарии читаю. Пишите в комментариях, какие хотели бы другие билды увидеть. А, кстати, вот насчет этого оружия. Меня просили сделать билд, но с ним такие скучные билды. С ним толком ничего не придумаешь. Все идет от того, как часто ты будешь кидать эту модификацию ураборос, который он ничем не сменит. В общем-то, и все скучное оружие максимально. Мне оно не очень нравится. Я что с ним только не придумывал? Что только не придумал. Просто вот покажу. Сколько вот урона способностей идет. Ну, это так коряво работает. Ножи то летят через все объекты, то не летят, то застревают, то цель умирает раньше, дальше не летит. Застревают через некоторые объекты. В общем, очень странно себя показывает. На этом даже билд не придумать. Зато пробивает все объекты. Неплохого урона, да, так? 5000. Я разгонял до 9. Ну, с багом, конечно, сокрушителя, но все же. Прикольно, да, так? Блин, я всякое стильное хочу придумать, хочу вам показать. Но некоторые билды на апокалипсисе не работают. Если не работает на апокалипсисе, я не вижу смысла их снимать дальше. Если он работает некорректно, как-то неправильно, то зачем тогда это вообще подкладывать? Интересно то, что я показал? Ну, так пойдет. Вот шоковый билд, мне он комфортный. Мне он понравился. Загадка до сих пор хороша. В загадке какие были проблемы? Она игнорировала броню обычным огнем. То есть просто зажав кнопку, ей понизили урон объектам, которые дополнительно рядом с целью. То есть второй и третий цели, например. Но не порезали урон от перегрузки. Перегрузка также игнорирует броню. Так что пока не порезали, почему бы и нет? Пользуйтесь. Также вы, конечно же, знаете, какой отвар использовать. Вы все знаете. Хотите чаще использовать умения? Вот. Хотите больше здоровья? Тоник мусорного зуба. Я вот использовал швейдвиг в бутылке, чтобы ускорить зарядку модулей. По талантам вы все понимаете. Без меня прекрасно. Ну вот такой билд. И, кстати, камень злонамеренности заменял. На что? Ясно. Сапфир провидицы использовал, чтобы быстро перезаряжать способность. Тоже неплохо перезаряжает в веяние хаоса. Правда, и секунда, конечно, но... Ну, по сути, ничего делать не надо. Запустить несколько стержней, и кольцо все сделает за вас. Мне больше нравится использовать место для кольца, чем место для амулета. Допустим, как амблик блуждающего огонька, чтобы перезаряжать способности. Ну, то есть умение. Как же еще использовал? И камень баланса. Ну, кольцо адмирал. Сами знаете, это для суицидников. За землей щекаемся я теперь не пользуюсь. Зачем, когда есть бремя разрушителя? В общем-то, это все, что я хотел сказать. Надеюсь, вам понравилось. И всем пока.